Он должен признаться, что не придется говорить о тех вещах, в которых я буду разбираться. Поэтому я и не назвал свою лекцию не о темной материи, а о той проблеме, с которой связан ее исследование. Ну и прежде всего я хотел бы начать с того, что в 20 веке было сделано два самых крупных открытия в той области астрономии, которая касается изучения вселенной в ее больших масштабах. Открытие номер один – это то, что все наблюдаемое вещество в Вселенной сосредоточено в галактиках и их скоплениях. Сто лет тому назад это еще не было известно. И открытие номер два, более свежее, это то, что все вещество, которое мы в принципе можем наблюдать в актическом диапазоне или в каком-нибудь другом диапазоне, составляет лишь небольшую часть всей существующей природной материи. Вот это можно назвать открытиями, хотя есть люди, которые пока сомневаются, что на 100% правильное открытие номер два. Но я постараюсь рассказать о том, какая ситуация у нас складывается на сегодня в отношении изучения вот этой материи, которую нельзя наблюдать непосредственно, как по гравитации. Сначала я хотел обратить внимание на вот на что. Вот есть такая база данных, астрофизики ее хорошо знают, это база данных АДС. Сюда попадают практически все работы, которые публикуются. Ну, в день где-то около 40 новых работ по астрофизике и смежным гостям астрономии выходят в свет. Вот. Ключевые слова я поставил «темная материя в галактиках». Я взял просто сроки 2012 год. Вот у меня получилось вот такое количество ссылок. Вот столько работ на этом, чем было бы приходилось. Но это не означает, что каждая из работ посвящена темной материи. Это просто здесь попадает сюда те работы, где, ну, она как-то упоминается. Вот. То есть некоторые работы имеют довольно косвенное отношение, некоторые не правы. Но вот эта цифра просто показывает, насколько сейчас велик интерес на проблемы существования темной материи. Но сначала надо понять, что мы называем светлой темной материи. Вот, пожалуйста, вот эта вот темная материя – это свет. Мы, прежде всего, к светлу и отбросим все то, что светится. Значит, прежде всего, это звезды. Их гигантское количество. Их сотни миллиардов только в нашей галактике. Это межзвездный газ, свечение которого прекрасно наблюдается и в оптическом, и почти во всех остальных областях спектра. Это горячий газ, хотя он очень разрежен, он наблюдается даже в других галактиках. Ну, а вот, как куда отнести, скажем, вот такие образования? Это фотографии, похожие на дверки в небе. Это вроде как бы они выглядят как темные, но на самом деле они относятся тоже к светлой материи. Потому что это, так сказать, обычное вещество, но только оно поглощает свет, есть очень много пыль. Это молекулярные облака, сквозь нее просвечивают все-таки далекие звезды, они видны красноватым цветом в инфракрасной области спектра. И вот эти темные пятна, они прекрасно светятся, скажем, в далеком инфракрасном диапазоне спектра. Инфракрасный диапазон, кстати, дал нам возможность наблюдать гигантское количество материи, которая не видна ни в каком другом области спектра. Ну вот, когда мы смотрим на галактику, вот эту часть Млечного Пути, направление на центр галактики, здесь видна вся светлая материя. И видна вот та среда, которая кажется нам темной, но в действительности представляет собой просто более плотное газополевое образование. Вот в инфракрасном диапазоне она тоже светится. Итак, темная материя – это все-таки среда, которая никак не проявляет себя ни в каком диапазоне этого спектра. И тогда единственный способ узнать ее существование – это по гравитационному полю, который она создает. Но когда мы чувствуем, что есть какое-то гравитационное поле, мы должны понять, что может быть просто сложности обнаружения здесь мешают нам обнаружить непосредственно. Может быть нужно найти правильный диапазон, в котором эта материя будет себя проявлять. И очень часто, вернее, скажем так, часть материи, которая считалась темной, она, в конечном счете, оказалась связана с труднонаблюдаемым, тем же очень холодным или наоборот очень горячим газом. Я об этом чуть-чуть скажу подробнее дальше. Итак, существует три основных аргумента пользы существования очень большого количества темной материи по вселенной. Это, прежде всего, это то, что массы видимого вещества недостаточно, чтобы удержать звезды и горячий газ в галактиках, а галактики в скоплении в галактиках. Это первый аргумент. Потом на каждом из них я остановлюсь подробнее, пока только перечислю. Второй аргумент – это гравитационные линзы, дающие возможность измерить массу вещества, независимо от ее природы и возможности ее наблюдения. И, наконец, третий аргумент – это косвенные, это космологические аргументы, я тоже об этом умею. Итак, первое указание на существование темной массы – 1933 год. 1933 год, то есть уже прошло, там, уже скоро сто лет будет, но не сто лет. Для третьего столетия. Первое указание на существование темной массы – фриц Свитке, американец немецкого происхождения, работавший в Средневно-Статах Америки. Как немец, он не призывался в аргумент, поэтому не участвовал в Второй мировой войне. Человек с исключительно вредным характером, успевший кидрубаться со всеми вокруг, одновременно фонтанировал такими свежими идеями, которые потом, многие из которых потом подтвердились только 10 лет спустя. Спасибо. Спасибо.